здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем играть фредд редемшн 2 осталось уже довольно не так много до конца конца история артура морган и оружие в плохом состоянии да по моему нормально выглядит требуется чистка ну ладно где чистка у вас больше нет масла но зашибись он и короче куда бы нам пойти идем мы к парящему орлу там дач кстати говоря уже должен находиться будем мы сейчас что-то делать я помню это задание я помню когда первый раз его проходил у меня тут глюк случился из-за которого я не смог пройти задание с первого раза с с с с с с с а вот хорошо что ты к нам присоединился что происходит восстание запах корня и принципиальности прекрасное сочетание что вы тут делаете око за око мы не первые начали да они начали мы но это не наша война нет кто бы что там не задумал это плохая идея они хотят втянуть тебя водой никто не погиб да мы просто загоним парочку западе обезоруженных и обваляем наполним их чтобы не трогали ребят перестань ты артур господи мы нос киди сэма нагоняем нужно чтоб ты помог мне люди увидят этих ребят а нас не заметит подумают что короче говоря в они во всем обвинят индейцев мы уйдем вверх по реке но сначала надо поймать их в этом ущелье помоги мне привязать динамит к этим деревьям то есть ты их используешь ну конечно нет я бы никогда но всем будет выгодно если мы привлечем внимание к одной проблеме скроем другую чё это у него за мигание это хорошие люди но они попали сложную ситуацию а мы делаем еще хуже вовсе нет дело не ждет что у него с чего него за текстура мигает на спине я надеюсь что только на одном задании больше не будет так мигать у хотя когда я перед тем как я начал задание ничего этого еще не было хорошо давай артур побыстрее надо привязать динамит здесь я послал за динамитом который вы сбилом реквизировали в ван хорни кстати говоря хорошо поработали билл прикинулся на живы идеальный кандидат на эту роль ну да так и есть мы это все помним так и еще один я так понимаю да значит коль мы наконец повесили да да спустя столько лет трудно поверить но ожидание того стоило видишь мы обрубаем хвосты один за другим так это вы должно хватить поднимайтесь скорее сюда хорошо идем артур поторопись кажется там кто-то уже едет артур сюда дозорный даст нам знать когда надо будет взрывать они приближаются до что у него за мигание что у него мигает сзади охраны там больше чем мы думали так это сигнал они приближаются не высовываетесь может быть все таки я станции динамит да нет я сам лучше ну не надо так смотреть как будто на тебя что-то давит я же сказал мы всего лишь их припугнем вот еще непонятно чем не гает на самом деле не страшно мы сейчас поговорить с ним хотим пропишем им дозу старого доброго уничтожения как минимум ты на это имеешь право сынок сохранять спокойствие преимущество на нашей стране итак взрывай да чё-то с текстурами реально проблема руки вверх вы окружены можно и без жертвы обойтись вы слишком долго нас унижали это плохая идея опустите оружие ты совершаешь ошибку нет это ты совершаешь ошибку руки вверх солдат наступи на горло своей гордости оставь этих людей в покое а ты кто сознательный гражданин вот как они попали в засаду что дальше надо уходить нет рано еще солдат ты и твои дружки сын собираетесь бежать бегите не понял не надоело твой друг выстрелил первым дадим быть недоволен чего поделать они первыми открыли огонь и вообще что не нравится дадут мигание во вторых которые четко поломались текстуры после того как я начал это задание выполнять ой они сюда поднимаются ах чертовы идиот это же армия я прикусит язык это всего лишь пол кондитеров изобияк забирайте все что можно и уходим куда уходим сейчас же и уходим обыскиваем солдат и уходим короче говоря вот когда я первый раз играл обыскивал солдат там должна была через некоторое время кат-сцена запуститься вот там не кат но не кат-сцена а просьба вернуться к банде но она почему-то не к ни разу она почему-то не появилась а все персонажи разбирались пара по разным сторонам просто пошли и не отходи а нет вот здесь вот здесь вот я начал обыскивать их и должна была запуститься кат-сцена почему-то в тот раз она вообще не запустилась а все персонажи по разным углам разбежались и это не нравится мы же договаривались что убийств не будет вот кат-сцена запустилась хорошо нашел что нибудь да какого то несчастного дурачка из нью-джерси это парни не те кого мы ищем это всего лишь мальчишки давай еще и дальше хотел сказать чёрт куда шли высовываются ой деревья падает звук мне погромче сделайте ой держите позицию сдадитесь сдавайтесь а то вас перевешивают всех попробуй их обойти артур мы тебя путь расчистим да надо нейтрализовать оружие там на холме убей кодировщика только после того как сам себе путь расчищу где пейда о чёрт нести сорта еще всадники выехали на порах но где пейта его убили а нет живой ну все прошло так как мы планировали да я пытаюсь артур изо всех сил и буду пытаться а ты также будешь во мне сомневаться и вы неудачи потерпеть да и все не так ты посмотри на себя на меня я просто переживаю за ребят я знаю я надо уходить отсюда где парящий орел беги сынок беги давай же через несколько минут здесь будет полным волно солдат уходим немедленно а где ж а как же парящий орел надо уходить артур погнали скачи во весь опор и не отставай похоже датча больше волнует судьба членов его банды а других не волнует что-то реально мигает за спиной артуры но сейчас немножко поменьше уже мигает налево в рощу что это за животные я думал это камни давай спешимся лошади по этой тропе не пройдут дальше пойдем пешком давай дружок возвращайся в лагерь попробуем от них спрятаться здесь черт видимо нет приячься и пока и и и и вперед может быть здесь пройти можно будет а слева еще идут даже что с такой ничего не дух я и да и я его не вижу кстати говоря нормально вперед пройдем вдоль скалы то где то проход должен быть числе мост какой сзади не подпускай никого но уже заряжайся и 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 их слишком много бежим нам их не победить артур надо что то делать ой один от патрон остался надо поберечь наверное все артур уходит они сам у нас здесь это же ступик это что шартер руки вверх я сказал руки вверх ладно 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 делай как я у меня у меня у меня есть план у меня есть план хороший план здравствуйте господа иди сюда и руки над головой держи и и и и и и и и не убили были хорошими людьми капитан вы боретесь с природой идите сюда спросите хоть у моего друга я всю жизнь сопротивлялся перемену это напрасно теперь я понимаю это напрасно победить природу невозможно это невозможно нельзя победить силу тяжести вот дела с такой высоты ты разбиться можно но только не дача с артуром ну впрочем другого выбора у нас не было можно было бы и рискнуть прыгнуть в воду хватайся мы почти выбрались давай артур берись за руку я держу тебя давай все хорошо все хорошо да и заварушка же я знаю но это то что нам нужно мы только чудом сбежали от хаоса скорее всего парящего орла не поймали поймали или убили ну мы сейчас то выяснить не сможем нет не сейчас чарльз и я мы отправим его а где он в лагере наверное давай разделимся я пойду скажу ему а ты отдыхай и следи за тем что происходит мы выживем я уверен вера артур ты должен верить рамку и с нового олени тут и у господи да 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 ладно единственный еще вариант который он нас есть это а нет появился еще один питан монро еще есть у нас давайте отправимся сразу же туда все есть саде адбер но мы ее заданием займемся в другой раз следующей серии а сейчас мы едем капитану манро ах твою же мать ну капец нечего блин всю дорогу загораживать мне не отчета у артура все равно мигает за спиной блин до такого от такого удара и можно и голову все разбить эй мистер помогите сейчас сейчас я тут застрял в камне не могу вылезти сейчас сейчас я помню кстати ну я могу помочь мистер помогите мне может пропустим любезности это что делаешь тихо 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 все хорошо все хорошо тихо тихо я никому тебя не отдам никому никому никогда я когда первый раз играл тоже на этого разбойника наткнулся и я я кстати знал что он украдет мою лошадь поэтому приготовился заранее да пошел в жопу этот легендарный зверь мне капитану манро надо сейчас идти а тут полно охотников которые я врезаюсь кругом камни в которые я тоже врезаюсь и бандиты который один из которых у меня лошадь чуть не украл а да я и не собираюсь оружие тут использовать я чё то я не понял а почему моя метка а ну капитан манро тут здесь же так давайте почистим хотя бы и покормим а хотя зачем я че с лекарством то парюсь можно же просто взять и накормить давайте еще раз ну почистить на тоже я че то не додумался покормить что-то совсем забыл что можно кормить для лекарства блин ищу сижу блин так у меня что вот маловато здоровья так что извините чихнул где есть что что можно чем можно здоровья пополнить пополнить сейчас 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 лекарства давайте долго мы сюда добирались наконец-то пришли здравствуйте вот я как и обещал капитан монро капитан монро ну разумеется вождь пришел искать лекарства а это запутанное дело да мне казалось что уже это все позади нас да по большей части похоже полковник фейвор считает что мы нарушили какое-то обещание которого они никогда нам не давали похоже федеральное правительство что-то видел да я был назначен на кое-какое дело теперь мне говорят короче зачем он так сделал если честно я не знаю говорят что на войне он никак себя особенно не проявил возможно он пытается еще одно начать а вы как думаете я пытаюсь выяснить так это или нет и знает ли он чем я снимаюсь спровоцировать его у меня было так же легко как и этих бедняк наверно то есть я несмотря ни на что я считаю у вас слов и он знает так что нам придется работать с тем у кого есть это вы называете лучшим когда дети умирают от болезни это ужасно где эта повозка где ее можно найти могу вам показать она должна проехать через валентайн но вместо этого ее на юг отправили ну же капитан Монро мистер Морган нам надо действовать с величайшей осторожностью о непременно так оно и будет а теперь идемте так я знаю место где мы можем его перехватить ведите нас капитан а а этот полковник фейвора знает что вы помогаете этим людям да и нет он знает что я прибыл сюда чтобы составить отчет о положении дел меня отправили сюда с севера когда узнали о беспорядках в этих местах но мне кажется что мое присутствие может все испортить о чем вы говорите я боюсь что он предпринимает эти действия чтобы защитить себя если он спровоцирует новые нападения то сможет оправдать более энергетичный чат такие как уничтожение да а еще конфискация лошадей я не знаю лично об этом ли он распорядился или нет это другая проблема настроение в его полку он насквозь прогнил ну ладно покажите мне где искать эту повозку и я добуду для вас лекарства вам не нужно лезть в это дело спасибо мистер морг но прошу вас действовать осторожно нельзя допустить новых конфликтов особенно теперь когда парящий орел сидит форт устар я все еще надеюсь что его удастся спасти да понимаю значит мне надо оставить повозку в резервации о нет 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 вам надо только вакцину конфисковать если вы украдете их и армейскую повозку паузу да ладно знаете у фейверса много недостатков но я не думаю что он бессердечный он скорее неуверенный в себе человек чья карьера близится к концу человек который цепляется за то за что не надо во время войны он сражался на стороне северяна его послушный сынок был таким же но неудачникам конечно часто представлял ничто зачем мне чернохвостый заяц так вот то самое место которое я имел ввиду давайте срежем здесь да конечно вот здесь на вершине хорошая точка наблюдений так спешимся здесь и оставим лошадей а мы где кстати находимся дайте посмотреть мы находимся и так далеко от валентайна в принципе мы туда не пойдем с этого уступа хорошо дорога видна что у него за мигание сзади я не понимаю что вообще в следующей серии я надеюсь такого не будет повозка должна здесь проехать ладно вы хороший человек мистер морган но боюсь что это дурацкая затея ну во первых я далеко не хороший человек а во вторых я обожаю дурацкие затеи ну в таком случае ладно я вижу что мы с вами можем подружиться могу ли я кое-что спросить да конечно почему вы просто не сообщите начальству об этом о том что какой-то идиот полковник фейверс это избавило от нас много хлопот к сожалению правительство работает совсем не так ну как скажете кажется это та самая повозка да прекрасно можете убираться отсюда только не забывайте все должно быть чисто не волнуйтесь таких чистых как я и больше не было ну удачи увидимся в резервации не дайте им себя убить мистер но это я не могу обещать но постараюсь мне такое чувство что у него там костюм мигает под вот под курточкой так надо бы у меня никаких снайперок нет нет лучше лучше спуститься к ним туда наверх можно было бы на самом деле просто из снайперки выстрелить в них но тогда они смогут удрать да что у меня с голосом такой сегодня так так что надо бы так что лучше просто догоним их нет пока наверно не будем стрелять блин от первого лица неудобно можно и не заметить какие то камни ну что такое куда слезаешь а ну стойте уберите пушку хотите что у вас пристрелили пожалуйста я вас пристрелил как открытие Да пофигу на честь. У меня не было выбора, кроме как убить их. Да как залезть-то вовнутрь? А, вот так. Куда прыгаешь? Куда прыгаешь, я сказал. Куда прыгаешь? Балбес. Я так понимаю, это и есть лекарство, да? Отбираем, так сказать, деньги у богатых и отдаем бедным. Действуем как Робин Гуд. Что у меня с выносливостью, почему ее так мало? А, ну это здоровье восстанавливает только. Короче говоря, когда вернусь в лагерь, надо будет отдыхать. Показатели у меня низкие очень. Далеко ехать, кстати. Ммм, приличненько. Давайте-ка обрежем, чик-чик. Красивые места, кстати, вот это. Камни какие-то красные здесь. Красные, значит, прекрасные. Ого. А это что за... Я... А, понятно. Я думал, что это здание какое-то непонятно. Думал, может, керосиновая фабрика. Что у него за мигание от меня? Что-то вообще напрягает. Ладно, в следующей серии я постараюсь, чтобы такого не было. Извините. Капитан Монро? Я добыл лекарство для вас. О, превосходно. Это отличная новость, мистер Моргин. Не волнуйтесь, все прошло не так плохо. Что ж, поверю вам на слово. Нас обоих могут за такой повесить? Пожалуй. Я уже давно не боюсь виселиться Монро. Ну, пусть... Надеюсь, полковник Фейворс поверит, что его оба кролей не мы. Но я ведь грабитель, в этом сомнений нет. Мне, пожалуй, на работу надо. Спасибо, мистер Моргин. Может, вы и грабитель, но вы сделали доброе дело. Возможно, нас обоих за это убьют, но поступить так было необходимо. Надеюсь. Благородные воры. Да, благородные разбойники. Так мы назовем эту серию. Ладно, я отправлюсь в лагерь. Надо подкопить себе силы. А на этом мы сегодня с вами закончим. С вас, лико, с подписой, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.